Родан. Титан Дайкайдзю, появившийся в фильме Годзилла «Король монстров», до недавнего времени находился внутри беспокойной магмы на вершине активного вулкана Исладемара. Объект сдерживания под номером 56 был назван «Гнездо демона» на испанском «El Nido del Demonio». Легенды говорят о нем, как о демоне, рожденном из огня. Родан имеет биовулканическую природу. Система внутреннего сгорания магмы течет по всему телу. Снаружи кожа покрыта скалистыми чешуйками, действующими как геотермальная броня. Кристаллы минералов внутри крови меняются в зависимости от давления и температуры. Одни растворяются, другие возникают вновь. Весь объем крови непрерывно эволюционирует. Таким образом его кровь сама является источником энергии, подобным магме земного ядра, циркулируя внутри его организма, дарует ему своего рода вечную жизнь. Имя Родан, как и его внешний облик, создано из птеронодона. Но это не просто летающая рептилия. Структура его тела указывает на связь с природой и как у многих других титанов гибридное и демоническое происхождение. Подобно Левиафану, Абаддону, Бегемоту и другим. Из теории демонологии огненные демоны являются только в судный день. Возможно пробуждение Гидоры и было таким днем. Родан пробуждается после использования оборудования орки. Он совершенно спокойно пробивает защиту монарха и вырывается на поверхность, тем самым вызвав извержение вулкана. Сама лава просто отскакивает от его кожи, не нанося никакого вреда. Ее температура, как и тепло излучаемое титаном, может достигать 1200 градусов Цельсия, что несовместимо с любой земной жизнью и еще раз указывает на неживотное происхождение монстра. Эта картина напомнила мне появление другого титана с не менее звучным именем Кронос. Как и Родан, он проявил крайнюю агрессию по отношению ко всем и также появился из вулкана. Но в его случае был намного огромнее. Лава буквально разлеталась на сотни метров от взмаха его рук. Его облик отдаленно напоминал человека, а силу поддерживала божественная энергия внутри. Родан, как и Кронос, обладал чудовищной разрушительной силой и системой внутреннего вулканического горения. Лава может выходить наружу через отверстия, расположенные на внешних краях его крыльев, тем самым обжигая и плавя все вокруг. Размах его крыльев достигает 265 метров и может накрыть два футбольных поля. Родан способен двигаться со сверхзвуковой скоростью и обгонять авиацию людей. В полете он может создавать циклонные дрейфовые потоки, звуковые удары, способные сравнять с землей целый город. Его крылья, когти и клюв используются как основное оружие. В бою он эффектно несколько раз поворачивается вокруг своей оси, крыльями уничтожив эскадрилью монарха. Скелетная структура Родана больше всего напоминает Птеронодона. Это группа рода птерозавров из Северной Америки, обитавшая в меловом периоде около 85 миллионов лет назад. Это может вызвать предположение, что Родан очень древний титан, чему также свидетельствует наскальная живопись людей. Его высота достигает 47 метров, масса пока неизвестна и с одной стороны она должна быть небольшой, чтобы летать, но с другой он состоит из тяжеленных вулканических пород и, как другие титаны MonsterVerse, должен весить десятки тысяч тонн. Самый крупный найденный птеронодон имел размах крыльев чуть более 7 метров, при этом масса его тела не превышала 20 килограммов. Птеронодоны имели беззубый клюв и массивный гребень, состоящий из черепных костей, выступающих вверх и назад из головы. По предположениям ученых, данный гребень мог отвечать за терморегуляцию, быть дополнительным рулем в полете и создавать баланс противовес для массивного и длинного клюва. У нашего Родана вместо гребня назад из черепа выступают острые рога, подчеркивая демоническую сущность. Говорится, что когда-то Родан мог быть королем небес. Сканирование показало, что кожа Родана имеет внешнюю дерму острых вулканических отложений, собранных из столетий покоя. Возможно, когда-то он был обычным тиранодоном, но столкнувшись с другим титаном или под воздействием внешних сил, мутировал и эволюционировал в нечто большее, получив способность впитывать и впоследствии генерировать вулканическую энергию и слиться с природой в один гигантский сверхземной организм. Воистину титан, выкованный в огне. В стазисе крылья Родана обернуты вокруг его тела. Имея огромную площадь поверхности, они, возможно, служат проводником, через который титан черпает свою силу из лавы. Вулкан инкубирует его тело и из-за высоких температур довольно сложно отследить признаки жизни чудовища. Под видом экологических исследований группа Монарха в 1991 году установила карантинную зону, которая переросла в полноценное защитное сооружение и в течении 28 лет была под пристальным наблюдением. В этом видео мы не будем подробно рассматривать появление Родана в эпохе Сёва, Хейсей и Миллениум, чтобы не создавать путаницу. Но стоит упомянуть, что это воплощение монстра имеет хоть и не самый большой рост, но самый огромный размах крыльев. Внешне напоминает не только птеранодона, но и отчасти огромную хищную птицу. Его клюв лишен зубов, но имеет зубчатый вид, создавая иллюзию их наличия. Имеет огромные и острые когти на своих крыльях, а также три пальца и возможность брать предметы или вцепляться во врага. Также Родан имеет небольшие желтые глаза, лопатообразный хвост и шипастые выступы на груди. Родан – агрессивный титан и, как его описал Майкл Доггерти, немного жулик. Он может сражаться как против всех, так и мгновенно переметнуться и показать верность своему Альфе. Во время их стычки с Гидорой Родан проигрывает и стремительно падает в море. Вскоре после этого в данной области происходит взрыв кислородного разрушителя, и хоть говорится, что Родан успел покинуть район поражения, возможно разрушитель не подействовал бы на него полностью, а лишь на его животную часть ДНК. Вулканическая, скорее всего, осталась бы без повреждений. Во время появления монстра из жерла вулкана эскадрилья монарха обрушивает на него шквал огня из ракет самолетов, что показывает нам невероятную прочность кожи Титана. Однако жало Мотры пронзило его насквозь, как горячий нож кусок масла, доставив ему мучительную боль. В фильме 2019 года Родан показал себя больше как отрицательный персонаж и думаю он появится в предстоящем фильме Годзилла против Конга. Какой будет его роль, сложно сказать, но предполагаю, что в этот раз более положительный, ведь он уже примкнул к Годзилле как Альфе и должен сражаться за него. И возможно, нам могут открыть его новые способности, подобные тем, какими обладал Родан из предыдущих воплощений. Наиболее интересной из них была его возможность передавать энергию другим монстрам, при этом полностью излечивая их организм и наделяя на время мощными способностями, подобно тому, как это сделала Мотро. А также в предыдущих версиях у него был урановый тепловой луч, напоминающий атомное дыхание Годзиллы. Родан является одним из самых интересных Титанов. Да, конечно, он недостаточно силен, чтобы составить конкуренцию Годзилле, Гидоре, Мута Прайм и возможно еще кому-то из монстров, не появившихся на экране. Но он поражает воображение и думаю еще не раз будет нас радовать своим появлением на экране. Понравилось ли тебе его воплощение в 2019 году? Насколько он силен и какова его роль в будущем, предлагаю обсудить в комментариях. А сейчас появится пара окон в комнату монстров. Заходи, увидимся там!